Я всех приветствую. Мы начинаем наше открытое собрание. Приветствую всех, кто здесь собрался. Слово для наступления. Представляется лидер у нас «Болу», лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. За днем все. А я что-то время, сейчас что-нибудь не говорю. А микрофон не будет, нормально. Мы вышли, что аудитория маленькая. Давайте начнем с того момента, когда... Вы помните эту неудачу всей России, неудачу оппозиции. Это когда с площади революции люди пошли на остров. На Болотный остров. И, конечно, это была чудовищная, глупейшая ошибка, которую, в общем, даже после окончания трех классов не совершали. Потому что ясно, что все нервные узлы государства находились где-то там, поблизости к площади революции. Ну, тут всем понятно, я просто повторюсь на секунду, что рядом была центральная избирательная комиссия, если выйти туда на Луганку, ну, я не знаю, сколько, 400 метров. Рядом парламент страны, 250 метров. И вообще, естественно, оттуда уходить было не нужно. И такое количество людей впервые собралось, если вы помните, с 93-го года. Вот столько возмущенных, просто... Тысячи людей, десятки тысяч. По каким-то данным говорили, что где-то 80 тысяч, кто-то говорил 100. Ну, где-то, видимо, между 80 и 100 тысячами, и все пошли туда. И вот тогда, естественно, все потерпели поражение. Если вы знаете, мы там остались где-то в подавляющее меньшинство, то есть, я думаю, не больше 300 человек было осталось на площади эволюции, мы провели свой митинг, и я себя более гнусно в жизни никогда не чувствовал. Как в этот момент. Просто отвратительно. И сделать уже тоже было ничего нельзя. Все очень просто, потому что... Что надо было, чтобы бегать людей и ловить вот так вот. И вот это тот случай, когда десятки тысяч не правы, а вот несколько человек были, несколько сотен человек были абсолютно правы. И, конечно, не надо было оттуда уходить. И надо было просто пойти, сделать эти сколько-то там, 400 метров проделать, дойти до ЦИКа, послать каких-то делегатов любых, первых попавшихся, подвести членов Центральной избирательной комиссии, и сказали, вот смотрите, вот мы там все стоим и не уйдем, пока не будут отменены результаты выборов. Я думаю, что они как миленькие согласились, безо всяких, никаких сомнений нет. Но вместо этого, видите, пропагандистская машина так называемых либералов, как у нас их называют, оказалась, естественно, намного сильнее нас. И когда радио «Эхо Москвы» каждое утро, начиная с самого, может быть, и ночью не кончали, я не знаю, каждые пять минут передавалось, что идем, идем на болот, ну идем на болот, ну идем на болот, ну и люди послушно, как механизмы, значит, пошли. Как вы помните, там откричались, отмитинговали, ну потом последовал ряд совершенно бесполезных митингов, которые ничего не изменили, потому что все надо было делать. Есть такое понятие, как фактор времени, когда все надо делать в какой-то момент. Кто там? Ленин в свое время говорил, что революционная ситуация, он называл это революционной ситуацией. Ну была такая ситуация, когда надо было делать все в этот день, вот, 10 декабря 2011 года. Значит, пережив жесточайшее такое, ну это и наше личное поражение, что тут говорить, и поражение для всех оппозиционных сил России, включая и так называемых либералов. Дурь, какая овладела мозгами граждан, бывает затмение такое. И что стала делать партия? Партия «Другая Россия», естественно, некоторое время как от нокаута, так вот мы отходили, а потом, когда появился Крым, появился Донбасс, наши люди, даже не дожидаясь никакого приказа от партии, они рванули туда. Ну вот, мы знаем, у нас погибли несколько человек, потом совсем недавно Кирилл Ананин погиб в Сирию. То есть мы потом уже послали своих людей туда, более или менее значимых, чтобы как-то, скажите, скадрировать и организовать тех людей, кто уже и сам приехал, кто уже и воевал. Ну, как вы знаете, в Крыму бы все быстро кончилось, но тогда наши люди все поехали в Славянск и далее везде. О потерях я уже говорил. Есть и тяжело раненые, Артем Прид потерял ногу, наш колесок колесников получил шесть кусков свинца в черепушку, и их даже невозможно было извлечь, потому что опасно. И вот недавно у него была тоже ужасная история, когда он просто потерял сознание, нашли на чистых прудах, еле откачали. Это все, значит, понятно, что стихийно мы бросились в эту, воспользовались появившимся, как нам казалось, таким островом свободы в Донбассе, но у нашего государства были совершенно иные планы. Если, конечно, безоговорочно, мне в том числе безоговорочно, пришлось по нраву вот этого вот Крымнаш, сейчас я напомню, что мы еще, партия еще в 99-м году провела акцию в Севастополе, когда мирным путем захватили башни клуба моряков, и тогда на нас, как на лунатиков, смотрели, вывесили этот баннер «Севастополь – русский город». В 2014-м он стал русским городом, 15 лет прошло. Я потом ребят собрал, те, кто был там, участвовал, 15 человек, и говорил, ну, смотрите, хотя бы вы теперь хотя бы понимаете, что мы прошли совершенно правильным путем. Ну, конечно, у нас не хватало, как сказать, подъемной силы, не хватало, ну, и средств информации, и денег, и чего угодно. Государство, смотрите, государство берет и направляет на Донбасс 2000 тонн, там 60 или сколько там, 50 огромных грузовиков. А что мы можем? Ну, мы собирали деньги на Донбасс, собирали вещи, продукты, покупали все, что там необходимо, тепловизор. Ну, разве мы можем сравниться с мощью государства? Нет. Вот здесь еще одна разгадка, почему сейчас оппозиция находится, в общем, не в таком хорошем состоянии, как хотелось бы. То есть, естественно, государство перехватило эту тему, ну, и слава богу, что в конце концов это все наше, все российское, все русское, и слава богу, может быть, наконец очнулись. Но, тем не менее, есть, конечно, какая-то горечь и зависть, что мы столько сидели за это в общей сложности, большое количество человека дней отсидела партия, и жаль, что не мы, но слава богу, мы кто-то, да, все равно Крым наш, вот что теперь делать. Донбассу власть помогала, и продолжает помогать, но испугалась. Надо бы, надо, конечно, если участвуешь в этой международной поножовщине, то не надо ни оправдываться, ни пытаться объяснить себя, это бесполезное дело. Вот сейчас я слушал радио, уезжая, там, Лавров сказал, опираясь на анализы, там, какой-то швейцарской организации, это все в пользу бедных, никто, ничто это не будет услышано, тем более наши противники абсолютно четко знают, что они лгут, и никаких, то, что они не знают, этого не может быть, они все знают. Скажем, Соединенные Штаты, в каждом университете есть специалисты и по русской литературе, и по русской культуре, и по русским вооружениям, с чего угодно, они все, все прекрасно знают, но, естественно, как огромная, большая такая империалистическая сила, они стремятся к тотальному доминированию всего, то есть всего мира. Естественно, они не хотят нам уступать. Сказать это они не могут, потому что люди не поймут. Поэтому вот предлоги, видите, всякая там химическая атака дурная, то на Скайполей, то вдруг химическая атака в этой восточной гути, да, в Думе, как на город Дума. Не путать с нашей государственной Думой. И это на самом деле все было, вот я, поскольку сам своими глазами, ушами, руками, ногами все это видел до этого. в Сербии, как тоже делалось, как расстреливали свою собственную хлебную очередь, например, Изинбегович расстреливал Сараева. И было через несколько, даже не через неделю, а через несколько дней, наконец, организация объединенных наций разведала и выяснила, что да, это они стреляли, потому что Сараева лежит в такой чаше, что это стреляли сами, втащив туда мортиры, они стреляли в своей же хлебной очереди. Ну, потому что хотели выиграть, понятно, это, так сказать, подлое злодейство, но уже весь мир уже все равно знал и привык к тому, что это вот сербы разнесли эту хлебную очередь, и вот эти все позднейшие факты, они никакой роли не играют. их никто не замечает. Главное, кто первый выскочил, и кто первый загорал там, держи вора, и все такое. Я не думаю, что наша с вами власть всегда права, вы знаете, что она не всегда права, но я думаю, что вот в данном случае, в международных отношениях, она тотально права, и можно увидеть это по такому, ну как бы, по шалобному, какому-то тоскливому, тоскливому, такой тоскливой честности наших государственных деятелей. Вы все смотрели наверняка интервью нашего президента с Оливером Стоуном. Вы заметили, я вот профессионально смотрел, так сказать, и даже какие-то пометки делал, вы заметили, что он все время жалуется, президент там жалуется, он жалуется на Соединенные Штаты, которые якобы не понимают. Слушайте, Владимир Владимирович, мы все прекрасно понимаем, это ваши просто, вы не сведущие в этих делах, вы, может быть, слушаете доклады, но вы не знаете этих людей и эту страну. Они не то, что прямо такие ужасные, да нет, в бытовом плане, вот у нас там пишут, что они там с рогами, в бытовом плане люди, как люди, соседи, там, машину помогут завести, там, если не заводится, все так вот. Но они себя чувствуют, знаете, как они себя, они очень часто, у меня были в журналистских кругах какие-то, американские знакомые, теперь они себя называют, мы романс, да, мы римляне, романс, романс, еще они себя называют, есть даже, по-моему, такая игра, Masters of the Universe, они вот, Masters of the Universe, хозяева вселенной, и этому можно улыбаться, но они в это верят, и послушайте, что говорит сейчас стран, каким языком он говорит со своими, с американскими гражданами, он именно то же самое и говорит, он говорит об исключительности Соединенных Штатов, о том, что им все принадлежит, о том, что, ну, как бы, такое мессианское, просто мессианское уверенность, и вернусь я, это я такой экскурс небольшой сделал, вернусь я к нашим историям, мы хотели в Донбассе не только воевать за за Донбасс, что тоже, конечно, хотели все, но хотели и появиться там политической силой. Естественно, мы там долго, долго, ну, как сказать, мурижились, мудохались, да, в Луганске ничего особенного не получилось, потом отправились в Донецк, открыли свой партийный штаб, офис на как она улица называется, на улице Артема, да, самый известный донецкий герой, на улице Артема, и нас просто МГБ эвакуировало оттуда оттуда несла, упал кусок, ладно, и бросила наших ребят, по-моему, пять человек, они там застали, и бросила их всех в подвал. потом я как-то постарался людей вытащить, тогда еще был не в опале фургин, председатель народного совета Донецкой республики, и нам удалось, вы свое дело делали, вы слышите, что я в данном случае говорю, и мы удалось вытащить, но нам сказали, мы у нас нет никаких партий, и не будет, ну вот, видите, мы ничего не хотели, не значит, что мы там хотели захватить Донбасс, или что-то, у нас была простая, нормальная идея участвовать в политической жизни Донбасса, но нам в этом отказали, плюс, как видите, серьезно, 12 дней, по-моему, наши сидели, как они говорят, на подвале, и ничего дальше, если бы не мешать Стопоргина, которого тоже через два месяца скинули, то, я думаю, что еще хуже было бы. Короче говоря, мы, Россия не поддержала Донецкое русское восстание, это было Донецкое русское восстание, если смотреть в лицо, в глаза фактом, и не придумывать себе какую-то там Украину, то понятно, что вот это и Донбасс, и Харьковская область, это никакая не Украина, никогда не была и никакого отношения не имеет. Поэтому эти люди хотели отделиться, увидев, что творилось на Майдане, в Киеве, они решили отделиться и уйти, но их не поддержали. Харьков, где он не является моим родным городом, я там не родился, но я там долго жил, пацаном еще, и, конечно, бросили русский город, полуторамиллионный, бросили через границу, там по одним источникам что-то 20 километров, по другим 46 километров рядом с российской границей, но тем не менее, в любом случае, это рядом, да, полтора миллиона, как можно отказаться от такого? Вместе с агломерацией 2 миллиона 200. Ничего не сделали. Когда я пытался найти какой-нибудь, надеясь, может быть, государство поможет, я сказал, да, помогите нам, Харьков, мы хотим, типа, посвободить, да, все понятно. Нам сказали, некоторое время там подумав, очень важные люди с большими фамилиями сказали, ну, Харькова, это украинская территория. Ну, понимаете. То есть, вот как. Что такое жизнь политической партии? Разумеется, она хочет, это не значит, что она хочет там захватить всю власть или там пользоваться какими-то благами. Нет. Я считаю, что самая основная цель и самая честная это, безусловно, участвовать в судьбе страны. Вот, вот чего люди добиваются. Мы честно и порядочно добивались этого со дня основания партии. Никаких у нас таких страшно пульчистских мыслей не было. Мы хотели прежде всего участвовать, скажем, в выборах. Мы прямо с 94-го года, уже в 94-м мы провели два съезда и нас наглейшим образом не допустили к выборам. Ну вот это вся наша судьба от партии. Ничего страшного в этом нет. Это очень нормально. Всегда так и было. Использовать возможности. Если вы посмотрите на любую партию в России, больше всего известна партия большевиков, то вы тоже увидите, что у них были всякие ups and downs, что называется, и в основном все-таки downs, то есть больше неудача, чем удача. Уже к 1910-му году, хотел сказать, к 1910-му году от РСДНП на самом деле, чтобы не писали официальные советские истории, вообще ничего не было. Были какие-то еле-еле существующие там десятки людей. Поэтому огорчаться, естественно, не стоит. Сейчас я постараюсь говорить не прямо, чтобы не дай бог что-нибудь, нам с вами не пришли какой-нибудь заговор, я просто хочу сказать, что сейчас, конечно, так или иначе приближается интересное время. Оно совсем не за горами, а где-то рядом. Мы видим, что уже власть, видимо, поделилась на эти так называемые кремлевские башни. И это не обязательно башни-башни, это имеется в виду всякие финансовые группы и зависящие власти и вообще у нас это не Владимир Владимирович Путин только. Он выступает как, знаете, американцы говорят споксмен, это не совсем отдаши пресс, это фронтмен еще говорят, это тот, кто представляет, олицетворяет, символизирует власть. Но он далеко не все решает, как представляется упрощенно многим у нас в стране. Вовсе нет. Вот вы видите доказательства тому, что не Владимир Владимирович сам решает все это, существование такого человека, как Навальный. Ну, безусловно, посмотрите, разве бывало в российской истории и до Ивана Грозного, и после Ивана Грозного человек, получивший пять лет тюрьмы твердой, чтобы он даже одну ночь провел в СИЗО, а наутро вышел и участвовал в выборах. Нет, этого быть не может, потому что этого никогда не может быть. Все, точка. И потом у него столько было нарушений, у него два срока условных нарушений. У нас все, кто имел условные сроки, получили и отсидели. Вот Ольга сидит, она отсидела. Ее поймали на каком-то чуть ли не перехода дороги в неположенном месте? Ну, что-то вроде этого. И посадили, сделали, превратили срок из условного. Юра Старайверов у нас сидит сейчас в лагере. Тоже, у него было три года условных. Мы не будем говорить, что все там невиновны. По российским законам он, наверное, виновен. Он пытался защитить девушку по фамилии Зайцева, я не ошибаюсь? Ну, да, там Омоновец. Да, который бил, старательно бил девушку. Значит, как тут подошел, Юра подставил свою руку что-то или еще какого-то какого-то либерала защитил по пути. Которого тоже долбанули по голове. И вот за это... Ладно, я тут не берусь спать. Приговор 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 три года три года условно. Но как только поняли, что он очень важный в партии человек, он ходил, он умел уговаривать толпу, он умел собирать деньги для Донбасса. Он стоял там у этого самого стенда с всякими показателями, с нашими призывами, все, и здорово работал. И вот естественно у нас же существуют организации, которые борются со всеми другими организациями, которые политическими. Просто принципиально, неважно, ты за власть, ты, может быть, почти за власть, или ты вообще впереди власть, это никого не интересует. Главное, надо бороться. И было когда-то приказ, у нас есть центр Э, такая же организация, которая все время борется, несмотря ни на что. и хотя у нас уже куда у нас погибшие я лично хоронил в гробах людей. Вот сейчас Кирилла хоронил, до этого нашего питерского насбола Женю хоронил. Я только и делаю, что хоронил, черт, побереги. И неужели мы не заслужили хотя бы какого-то снисхождения даже во имя что называется наших мертвых конкретно, погибшим сообщее дело, черт, поверю. видимо не заслужили. Но я чего не говорю, что ЦАСТОНИЯ вот это вот, кем бы оно ни олицетворялось вот этой группы, Россия правит где-то по моим подсчетам около тридцати семейств. Которые все взаимно переплетены как спруты в банке. И непонятно где кончается щупальца одно и начинается другого. Вот один из этих спрутов конечно же покорительствует Навальному. И конечно же Владимир Владимирович вынужден с этим мириться. Потому что у Навального столько косяков. Я тут упоминал Староверов, которые уехали за условный срок. За чепуху. А у Навального столько нарушений. И выходил на несанкционированный митинг. И до черта, до черта, его можно давно за Полярный круг послать. Но этого не происходит, потому что он тоже, он ставленник части эстабельшмента. Не будьте наивными людьми, не дайте себя. Я ничего не имею против. Ни Навального, никого бы то ни было. Для меня я это рассматриваю как политические явления есть и только. И рассматриваю часто с ну конечно смотришь на человека. Искренним ли он не преследует ли он свои личные цели. Это всегда тоже очень важно. Но судьба у нашей партии чрезвычайно интересная и конечно насыщенная. Я надеюсь, что в конце концов ряд там историков напишут об этом и пишут. Но это одна часть нашего прошлого. Но есть и будущее безусловно. У такой партии, у которой есть такое есть мертвые погибшие уже казалось бы чего. Кто у нас может похвалиться вот эту? Я по-моему плюс остановлю внимание на себе немного. Я по-моему единственный лидер партии, который сидел в тюрьме. Просто серьезно. Не так ни на 15 суток, ни на... Это я только в тюрьмах сидел больше двух лет. В тюрьмах, не считая лагеря. Ну, ничего хорошего нет. У него партии нет. Лучше не сидеть. Лучше не сидеть. Но все-таки это показатель. Все это показатели. Погибшие люди, столько сороков у нас было это показатель нашей искренности и истинности. Этим хвалиться не надо, неудобно. Всегда говорят, вот, нас волы хвалятся своими. А чем хвалиться еще? Чем? Количеством рожденных детей у нас их тоже немало. третий поколение подрастает истинностей. так что так что вот. И сейчас будет непременно обратите, прошу вас обратить внимание на фигуру нашего императора Владимира Владимировича. Я отношусь ко всему жизни практически. Сколько лет пытались его скинуть. Он пришел в 2000-м. Мы были единственной политической партией, которая 23 февраля помните на если кто помнит из старых нас был 23 февраля 2000-го года еще выборов не было он еще не мне президент. Мы пришли на Пушкинскую площадь там было место сбора и развернули два совершенно возмутительных лозунга метров по 15 длиной. Значит долой самодержавие и престола наследия. Второй лозунг был Путин мы тебя не звали уходи. Это меня извините кто может похвалиться такой политической длинновидностью и пониманием того что происходило. На нас и коммуняки смотрели с ужасом отойдите от нас там такие коммуняки все честные как лопаты отойдите мы там пришел им казалось что пришел человек из КГБ значит они начисто просмотрели что этот человек из КГБ просидел под крылом Собчака прогнившим насквозь прогнившим мэрии Санкт-Петербурга. Ну либералы врут когда говорят что там кровавые тираны все такое я всегда говорю слушайте он мог бы быть куда хуже намного хуже просто пытаться питаться сыром мясом оппозиционеров но он же даже скорее всего и не злопамятный но время вот он все время он часто если вы анализируете его речи он часто вспоминает о времени у него есть такие довольно мрачноватые всякие афоризмы в гробу карманов нет и так далее борьба со временем он понимает он 65 лет и время неумолимо шагает своими каменными этими ступнями и делает вот это все свою разрушительную работу и приемника у него нет подумайте ему я не знаю может быть это даже мифы скорее не его личная заслуга ему подчиняется вся Россия начиная от Кадырова ну знаете горды чеченцы и все такое вооружение там начиная от Кадырова через Татарстан все подчиняются а кому они будут подчиняться после после правления Путина кому ну кто скорее всего Медведев испытанный битва все говорят он слаб а Путин так не думает он его он отдал ему место после того как просидел на нем целый президентский срок отдал без кипиша просто вот так отдал и все пацан сказал пацан сделал все правильно и кому он доверяет конечно он доверяет Медведеву кто еще ну вот очень хорошо выглядит статуя Валентины Ивановны Матвиенко много мрачных мрачная женщина сказала отрезала но я о ней стал лучше думать когда мне кто-то рассказал что на совете безопасности когда решалась судьба Крыма она ну так говорят она выступила за присоединение Крыма к России в то время как помните бывший министр обороны Сергей Иванов выступил против так кто у кого извините Яльцин есть у кого у Валентины Ивановны есть явно а у Сергея Иванова получается нет и сделали присоединили к России 2000 квадратных километров пляжей вы хоть подумайте Россия зябла до этого на кусочке Краснодарского края вся приезжала я как-то женившись в очередной раз поехал поехал и выдержал три дня там вот на кусочке Краснодарского края были такие асфальтовые тропинки по которым надо было идти к пляжу ужасно все а тут у нас вдруг кусок образовался однако проблема есть Владимир Владимирович не этим заменить и для политической партии тут я подбираюсь к концу для политической партии это просто манна небесная когда вот такая ситуация будет что кто-то знает что конечно в конце царствования но в конце царствования не так далеко сейчас рядом больше мы больше ждали так что вот так вот надейтесь товарищи пришедшие нам на смену приходящие и я думаю что если вы не имеете права про что называется проиграть я бы сказал еще жестче матом но не буду вы не имеете права потому что столько уже людей впереди вас частично ведь у многих же не удалась жизнь из-за этого понимаете вот те кто мечтал что-то имел силы и они иссякли может быть да вот у них вот хотя из-за них надо отомстить ибо такая умная проницательная всегда впереди своего времени политическая партия заслуживает безусловно победы что я надеюсь что вы не подкачаете вот а мы мы тоже поучаствуем пока есть пока есть силы вот если есть какие-то вопросы давайте я с удовольствием я просто пробежался безо всякого плана без ничего по истории организации давай ты начинай раз да ну у нас уже с Михаилом Ролей распределены давай садись на садись садись вы же с нами еще остаетесь ну я сижу готов ответить вопрос хорошо ладно собственно спасибо у меня не дар до отступления рассказать собственно о московских делах о московской организации сейчас дарыши который когда я вступал в организацию я не уже тогда были старшими сейчас видишь что в москре сменилось поколение национальных большевиков то есть действительно последнее время к нам приходит достаточно много молодых людей Исчисляется за более трехлетнюю работу, они проводили открытие собрания довольно давно, около 270 активистов прошло через РИД Московской организации. По своей сути, в Москве, благодаря нашей агитационной работе, мы смогли построить неплохую структуру до того момента, когда произошел политический кризис. То есть мы сейчас нарастили небольшие кости, но не хватает мышечной массы. В своей деятельности, изначально, когда 2015-2016 год у нас была тема Донбасса, но возвращаясь к теме внутренней политики, мы решили поднять основной лозунг, который мы использовали еще как раз до Крыма и Донбасса, отобрать и поделить. В партии было принято решение отобрать и поделить, в котором может присоединиться каждый. К этому движению присоединились довольно многие люди, помимо партийцев, там присутствуют люди левых организаций. И московская организация всегда как раз в своей внутренней агитации ставила упор именно теме отобрать и поделить. По таким акциям, которые мы проводили в партии, это была акция после Роснефти, она была относительно распиалена, федеральные СМИ про нее тоже написали. И именно эта тема в будущем во внутренней политике будет у нас доминировать. Плюс, благодаря тому, что это как общегражданское партийное движение, мы способны привлекать гораздо больше людей, которые там, ну возможно стесняются немного организации, но лозунг за пересмотр итогов приватизации, за ее отмену, они как раз поддерживают. По данным социологических опросов именно эта тема является сверхпопулярной. То есть более 70-80% граждан России считают, что нужно отменить приватизацию 90-х годов. Мы же как партия, по сути, стали в авангарде этого движения. И сейчас мы видим по последним событиям именно такие социальные протесты, социальная напряженность, она все больше и больше нарастает. Часто пока переходят в какие-то вещи, связанные с рабочим вопросом, с экологией и прочее, но люди действительно сейчас полностью социально удовлетворены к кризису, он все продолжает сковывать Россию, продолжается падение экономики вниз. И на самом деле, если с нашими олигархами не разберутся, и как раз пересмотр итогов приватизации не произойдет, я думаю, в будущем действительно ничего не изменится. И мы должны именно отстаивать. Для этого, я думаю, мы будем обращаться к нашим левым товарищам, надеюсь, они нас поддержат. У нас проходила уже осенью акция совместно с ними «Антикапитализм», где мы вышли единым, можно сказать, таким фронтом по этой тематике. Надеюсь, в дальнейшем как раз тематика антикапиталистическая, полевая, и тематика за пересмотр итогов приватизации у наших левых союзников тоже будет впереди. Мы как партию будем продвигать ее как раз. Что касается московской организации, сейчас в данный момент функционируют разные направления деятельности. То есть любой партий сейчас в Москве может реализоваться в разных областях. То есть за три года мы построили как струкру связанную с подразделениями по агитации, так и какие-либо подразделения, связанные с реализацией людей. У нас там проходят как тренировки, так и кинособрания, так и общепартийные собрания. Сейчас мы вели курс идеологической подготовки, как раз поскольку пришло довольно много людей. И в будущем мы будем развиваться. То есть сейчас в партии, в московском отделении требуются уже не сколько агитаторы, активисты, которые привлекают людей, а люди более качественные. Во-первых, люди решимые, потому что, как уже сказал Георгий Евгеньевич, на нас большая ответственность лежит за судьбу России. И мы должны не подкачать это и к тем людям, которые сейчас сюда пришли, интересуются деятельностью партии и к активистам. Мы должны как можно скорее наращивать нашу технику, нашу подготовку и действительно готовиться к каким-то более качественным вещам. Плюс необходимо в дальнейшем расширять как нашу агитационную работу, так и привлечение новых людей. Сейчас по московских несистемных организациям мы стоим на довольно высоком уровне, но это, можно так сказать, мы лучшие среди худших. Это на самом деле такой комплимент не очень эффективный. Но возвращаясь ко всей оппозиции сейчас таких более-менее организаций, которые действительно что-то хотят изменить в Москве, мы сумели нарастить структуру. Но впереди, я думаю, у нас ждет очень много работы и московская организация сейчас, в принципе, я думаю, товарищи, которые собрались видеть здесь, что у нас относительно больше, чем обычно. И в будущем, я думаю, при грамотной работе, при планировании и при политической идее, которую мы выдвигаем на передний план, это будет действительно рост московской организации по качественному варианту. Основная тема, которую мы берем, как уже сказал Эдуард Мениаминч, это во внутренней политике наша тема отобрать и поделить. Это пересмотр итогов приватизации, мы сотрудничаем с левыми организациями по ней. А внешняя политика это нам мало Крыма, мы считаем, что сейчас происходит много вещей, которые негативно сказываются на русскоязычном населении. Это как сейчас отмена русского языка в Латвии полностью, переход Казахстана на латиницу, плюс продолжающаяся война на Донбассе. И вот новая точка, которая уже давно была, о ней не слышно, мы уже раньше на собраниях это обсуждали, это как раз именно белорусские националисты, которые сейчас по такой, на самом деле, двояко-позиции Лукашенко тоже набирают силу. То есть у нас есть много точек, по которым мы можем работать. И, как я уже сказал, основные два направления это во внутренней политике отобрать и поделить критика социальных сторон нашей власти. А во внешне это, конечно, что нам мало Крыма. Нужно как раз объединить все русскоязычное население в одной стране. Ну, как раз я думаю сейчас об идеологии. Да, я, в принципе, должен, может, вопросы какие-то есть? У меня такой вопрос. Как вы относитесь к мнению местного самоуправления в Московской области? Губернатор Андрей Боробьев стал своей целью сокращения местного самоуправления. В смысле, если раньше был муниципальный район, то теперь городской округ. Никаких городских естественных поселений нет. Влад напрямую подчиняется центру, при этом главы городских округов выбирают не народ, а специальной комиссии от Совета депутатов. Вот, например, Нарфаминский район, к сожалению, несмотря на все протесты, не смог сохранить самостоятельность. Он стал округом. Ну, я слышал, собственно, про эту проблему. То есть там в том же Серпухове такие же проблемы есть, а по Москве всему есть. Ну, конечно, в принципе, отмена прямых выборов, это очень негативно сказывается. То есть жители, в принципе, в таком регионе должны отменить. Но это не во всем Подмосковье. То есть во многих подмосковных городах выборы до сих пор есть, у губернатора того же. Поэтому это, конечно, негативно, тенденция плохая. Но, судя по тому, как сейчас люди возмущаются по экологической обстановке, как у них накажется жизнь, я думаю, что и с Воробьевым они тоже разберутся. Еще вопросы, может, какие-то? Ну, тогда быстро тушу. Так, прошу прощения. Ну, а, ну, все там с открытого собрания. Касательно предыдущего вопроса, я считаю, что отдаление органов власти от народа, то есть такое, как угрупнение органов местного самоуправления, то есть переход с района на городской округ, приводит к тому, что у людей меньше способов, собственно, влиять на эту власть, и она становится менее гибкой, совершает больше ошибок. Потому что просто по вертикали, по инструкции сверху, очень трудно действовать тонко и на местах. Чаще всего большинство проблем являются проблемами именно каких-то очень конкретных, простых людей с какими-то очень запутанными, спорными историями. Так, я, короче, расскажу вам сейчас по текучке то, что у нас происходит сейчас, самые актуальные события в партийной жизни. На прошлой неделе, точнее, на этой вот неделе, случилось из самых таких у нас ярких событий, это достаточно тревожная ситуация с Александром Авериным. Он был задержан на границе ДНР и России на выезде. Он выезжал просто на обычном рейсовом автобусе, ни от кого не прятался, там был на обычном своем мобильном телефоне, не шифровался, ничего такого. Он был задержан на пункте пропускном пограничном для, собственно, ну, как обычно, то есть люди проходят проверку документов. Пограничники сказали его напарнику, который был вместе с ним, нашему товарищу, тоже, что ничего страшного, то есть сейчас там, ну, то есть выявлено какое-то нарушение именно с документами, что-то не так, и, скорее всего, будет выписан штраф, в крайнем случае административный арест 115 суток. Вот, поэтому вот это произошло в субботу 7-го числа. Вот, соответственно, такие ситуации уже бывали с другими нашими товарищами, и действительно там они, ну, самое большое, там сидели 7 суток, и мы не опасались, что что-то такое будет происходить провокационного характера. Так как это была суббота, мы не ожидали, что возможен суд, выходной день, более статья закрывная, то есть 2 суток могут держать. В воскресенье нам сказали, что Саша доставлен в Ростов. В Ростове все ОВД, все суды и спецприемники ответили отказом, что у них такого нету. Вот, появились намеки на том, что он находится в ОВД Матвеево-Курганское, поселок Матвеево-Курганский. В этом ОВД вначале сотрудник полиции оговорился, что да, такой у них был, потом начал говорить, что типа нет-нет, он просто проходил в сводках. Вот, ну, так как у нас как бы не в каждом поселке Ростовской области есть товарищи, чтобы проверить физически, тем более как бы не в каждом есть там адвокаты, которые могут подъехать быстро. Вот, мы полностью осознали как бы тревожность ситуации, когда Саше дали право на звонок, которое это право дается уже при возбуждении уголовного дела или при оформлении там административного задержания на длительное время. Саша позвонил и сказал, что ему был попрошен пистолет. При обстоятельствах, что при, ну, то есть, как выяснилось уже на суде, после того, как он был доставлен на контрольно-пропускной пункт для проверки там документов, ну, то есть, вот, находился там, на какое-то время у него из вида пропадали его личные вещи, то есть сумка, он не наблюдал ее порядка один момент, там, 40 минут, другой момент около получаса. И он сказал, что ему подброшено оружие. То есть, как бы, то, что это все, как бы, дело именно подстава, провокация и, скажем так, очень наглая и топорно сработанная провокация показал суд по мере пресечения, где были зачитаны показания понятых, то есть понятые там выступили на суде, и были зачитаны определенные протоколы, которые в связи, как бы, с изъятием запрещенных предметов, таких как гнистрельное оружие, оформляются. То есть, один понятой в виде, как обставляется дело, что, как бы, явно человеку хотят что-то подбросить, просто отказался подписывать протокол и, как бы, постарался покинуть, собственно, то место, где находился. Второй понятой, который подписал протокол, в котором написано, что у Александра нашли оружие, на суде сказал, что он не присутствовал при факте изъятия. При этом на суде не было продемонстрировано видеозаписи задержания Александра, не было продемонстрировано, как у него изымают из сумки пистолет, то есть ничего такого нет. То есть, и это именно все оформлено на документах. При этом на пистолете, обнаруженном, якобы найден один отпечаток среднего пальца левой руки. При этом, вообще, обычно в таких случаях описывается, на каком части пистолета найден отпечаток, соответственно, почему установлено, что он принадлежит этому человеку конкретному и прочее. То есть, никаких таких сопроводительных документов, которые должны быть оформлены, не оформлены. Это, конечно, дает шансы на то, что дело в будущем развалится, но пока что в текущей ситуации все очень плохо, потому что по статье «Контрабанда оружия», которую ему вменили, 226-е примечание 1, грозит до 7 лет решения свободы. Вот, такие дела. Мы нашли адвоката ему, то есть нам посоветовали местные товарищи, которые находятся в ростовском отделении. Мы объявили сбор средств, увидели у нас на пабликах, на пабликах стоят объявления с номером счета. Это обычная партийная карточка на физическое лицо, зарегистрированную у нас нету, юридического счета какого-то особенного, расчетного. Нам удалось собрать сумму, которую достаточно заплатить адвокату на время досудебного разбирательства. В дальнейшем понадобится сумма такая же или большая. Отчеты в будущем я выложу. До этого был аналогичный случай провокации в отношении руководителя отделения в Великом Новгороде, Морозова Кирилла. Ему пришла посылка какая-то на почте, то есть он пошел их получать, особо не заморачиваясь, что там пришло. По выходу из почты его задержали оперативники, где обнаружили уже при вскрытии посылки какие-то таблетки, которые якобы содержат наркотическое вещество. И возбудили, соответственно, уголовное дело по 228 статье, по-моему, первой части. Пока что он находится в данный момент под подпиской о невыезде, то есть не арестован, но, тем не менее, это очень тревожит. Также таких сигналов, что выборы кончились, и, скажем так, демонстрация демократии в нашей стране, возможно, тоже заканчивается. Это то, что по другим городам прошла волна отработки со стороны Центра Э, что они вызывали молодых активистов на так называемые беседы профилактические, где всячески их запугивали о том, что в случае действия членства нашей партии у них будут проблемы с работой, с учебой, с родителями и так далее. Вот это тоже показатель, что на нас обращено внимание, и это внимание именно негативное. Поэтому ко всем здесь присутствующим просьба быть аккуратными, не нарушать законодательство, тогда, когда этого не требуют нужды Родины, чести и защиты близких людей. Кроме нас, проблемы сейчас серьезно испытывают левые движения анархические. Вы слышали, что ребята, которые сделали простую акцию, типа повесили растяжку на ФСБ или покидали ФАЕРА в здание ООО «Единой России», то есть от ФАЕРА ничего не загорится. Красивую картинку сделал, сфоткался, выложил в интернет, «Ты герой вечера», но никто не пострадал. Это не терроризм, не какой-то ужас-ужас. Это в худшем случае мелкое хулиганство. Именно что такое доростковый поступок. Тем не менее, против ребят из-за анархических движений возбуждены дела по 213-й статье и ряду других, и к ним применялись во время допросов именно пытки. То есть ребят, ну помимо избиений, пытали при помощи электрошока и другими способами. При этом сотрудники Центра ФСБ, которые избивали этих молодых людей, точно знали, что это политические активисты, и они осознавали, что эти политические активисты пойдут жаловаться, ну как бы рассказывать о своей ситуации в средствах массовой информации и пойдут к правозащитникам, что это станет состоянием властности. То есть одно дело, когда сотрудник какой-то там полицейский в ОВД, там допустим Дальний в Казани, как бы бьет задержанного, зная, что это просто Вася, которому некому пойти обратиться, пожаловаться, о котором никто ничего не скажет и не узнает. Это понятно, что человек проявляет жестокость, как бы и, ну мало ли, может быть он садист. И не верит в свою безнаказанность. Именно потому, что никто не узнает. Здесь они знают, что это станет достоянием властности и действует показательно нагло. То есть это такая вот именно тенденция, потому что у нас давно не было таких провокаций. То есть когда-то, там, лет 10 назад, да, были случаи, когда подбрасывали наркотики. Несколько раз в разных отделениях там траву подкидывали именно руководителям отделений, чтобы, собственно, снизить активность и закрывали их. Ну, то есть этого очень давно не было, и это именно такой вот тревожный звонок. Вот. Ну, я так думаю, что вообще именно это связано именно с тем, что закончились выборы, как бы и нет необходимости, как бы, работать красивым лицом на Запад. Тем более, что Запад, как бы, на нас всячески катит бочку, и мы постепенно отдаляемся и отстраняемся. Поэтому какие-то тенденции, которые там либералы могут назвать, например, там, Новый 37-й, там, все-таки, ну, прослеживаются. Вот, там, не знаю, я бы назвала это, что это тенденция, как, что у нас скоро будет Чеченская Республика по всей Российской Федерации. Вот, ну, помимо того, что вы должны соблюдать законодательства, могу вам сказать, что вы, я думаю, когда пришли на это собрание, начали интересоваться политикой, заинтересовались именно партией Другая Россия, вы, как бы, получили какое-то количество информации и поняли, что оппозиционная организация это не та организация, которую власть будет носить на руках или как-то ей помогать, да, и логично, что если вы хотите, чтобы эта власть ушла, она не будет делать это добровольно. Поэтому нет ничего удивительного в каких-то репрессиях, провокациях и других негативных действиях. Нужно это осознавать и понимать, что это необходимые, как бы, жертвы для, собственно, нашей будущей победы. Вот. Потом Эдуард Виньевич уже говорил о наших погибших товарищах, которые погибли на Донбассе, Кирилл Ананев в Сирии. Я вот по последним этим случаям, просто на похоронах Кирилла было очень много партийцев, я думаю, около 50 человек, и многие из них были очень старые Назволы, которые отошли от дел уже 5-10 лет назад, то есть были именно активистами в году, может быть, там, реально в 2007-2006, как бы, последний раз выходили на какие-то митинги. То есть это именно... Ну, они лично знали Кирилла, и они пришли, как бы, при этом они в последние, там, годы в интернете высказывали самые разные точки зрения относительно текущей политики, там, российской, внешней политики, политики партии, по личностям. Но вот здесь, как бы, именно гибель товарища, и именно их товарища и друга, как бы, заставила всех собраться вместе, и это, как бы, стало таким показателем. Сейчас, по Саше, та же ситуация, да, то есть объявлен был сбор средств, и многие товарищи, которые давно отошли от дел, как бы, живо интересовались ситуацией, старались помочь, как бы, медийно являясь, как бы, журналистами различных серьезных изданий, помогли рублем, и это, как бы, показатель, что, несмотря на то, что, как бы, человек может уйти из организации, как бы, видимо, как бы, не быть заметным здесь, как бы, он все равно душой остается здесь и чувствует себя частью организации. И, как бы, просто для тех, кто совсем недавно здесь или пришел сегодня первый раз, хочу рассказать, как бы, отличие, то есть наша организация, это, не знаю, какой-нибудь, например, шарашкиные конторы, типа движения наши, куда ребята набирают, там, на зарплату, или, например, партии «Единой России», куда люди вступают из каких-то корыстных и карьерных побуждений. То есть наша организация, наша партия, это не только флаг, значок на груди и какая-то именно идеология, пускай даже со столетней историей. Наша организация – это, в том числе, субкультура, определенное товарищество, ну, именно настоящее братство людей и единомышленников. То есть зачастую, ну, как я уже писала, вот эти вот случаи последние, какие-то именно трагичные, показали, что человек, который внешне не находится здесь, то есть он, допустим, не выходит на митинг там 31-го или не посещает собрание, как бы, он может привести больше пользу, чем молодой горящий новобранец, который первый день в политике, ему все нравится, он не пропускает ни одного мероприятия. То есть и это именно, что показатель. И впоследствии люди, которые, ну, у нас через организацию прошло много людей, да, и, как бы, Эдуард Ильинич сказал, судьбы сложились по-разному, то есть кому-то организация помешала сделать какую-то хорошую карьеру, там, ну, да, это есть. То есть элементарные проблемы с учебой я могу гарантировать каждому присутствующему здесь студенту. Вот, ну, что поделать, такова наша судьба. Не умрачивай, так все хорошо. Ну, у меня все хорошо. Я лично, я защитила по партийной газете диплом на пятерку. Моей дипломной работой была тема газета «Лимонка», и, то есть у меня опять в дипломе стоит, я менеджер с высшим образованием, у меня все хорошо. Может быть, у вас будет так же. Попробуйте сагитировать ваших преподавателей на вашу жизнь. Ну, это не точно. У тебя плохой был вуз. Вот. Все к тому, что, как бы, люди, которые прошли через организацию, даже если они занялись чем-то другим, даже если они стали успешны, даже если они, как бы, завели прекрасную семью, там, у них все хорошо. И все равно, как бы, вспоминают о годах, проведенных в партии, как о лучших временах в своей жизни. Может быть, не самых лучших, но точно не плохих. Поэтому, кто первый раз пришел, you're welcome. Вот. Потом, соответственно, что требуется от вас, как от партийцев, как от членов партии «Другая Россия» и «Национал-большевиков». Нужно понимать, что, вот, да, все говорят, «Национал-большевики», да, такие несопоставимые, как бы, две части – национализм, большевизм, да, как бы, там, нацизм и коммунизм противопоставляют все время. Эти две идеологии, националистическая и коммунистическая, отличаются тем, что одна идеология направлена на торжество личности, пропагандируя, ну, например, несушанского сверхчеловека, вторая идеология направлена на торжество коллектива, именно общества над личностью, То есть личность переносится в жертву сознательно. Я хочу отметить, что здесь от вас требуется быть и личностью, лидером, самостоятельной единицей, человеком, который хочет здесь проявить, реализовать себя, принести что-то свое в организацию, быть живым членом организации, а не просто тупым винтиком и исполнителем. И при этом вы все-таки являетесь частью общего. Здесь идет именно то, что в идеологии называется диалектика, и здесь это реализуется на практике. То есть нам не нужны просто солдаты, нам не нужно, чтобы вы просто по приказу меня, Миши или еще кого-либо шли, клеили листовки или еще что-то делали. Нет, нам нужно, чтобы вы хотели что-то привнести и делали какие-то сознательные, самостоятельные вещи. Мы со своей стороны стараемся принимать любые свежие идеи, потому что живучесть организации, она именно связана с тем, что должно быть движение все время. У нас самые короткие социальные лифты по сравнению с другой организацией. У нас человек, пришедший в партию буквально месяц назад, может уже сегодня претендовать на какую-либо организационную должность, потому что у него есть способности к этому, потому что это то, что нам нужно для роста. Мы не хотим останавливаться, запостеневать, засиживаться на своих местах. Любой человек, который устал, в свою очередь, спокойно говорит «я устал» и знает, что на его место придет хорошая смена. Поэтому, то есть это именно просьба к, во-первых, не стесняться и проявлять себя, если вы что-то можете вообще вот так, при этом помимо какой-то конкретной партийной деятельности, вы должны помнить, что становясь членом партии «Другая Россия» национал-большевиком, вы становитесь таким образом лицом организации для вашего окружения. То есть те люди, которые видят вас, видят на вас значок, знают, что они видят партию «Другая Россия». Вы не один человек после этого, вы после этого организация. После этого каждый ваш поступок дает как бы людям повод судить об всей организации. Если ваш поступок будет низкий, вы опустите организацию. Если ваш поступок будет достойный и благородный, к организации начинают относиться лучше. Я это знаю по своему личному опыту. Я отбывала три года в исправительном учреждении, в колонии. И там абсолютно простые женщины, мамаши с детьми, молодые, старые, разные. Именно знали о том, что нацболы – это честные, достойные люди, которым можно доверять. И если наша партия когда-нибудь сможет участвовать в парламентах, готовы были за нее голосовать, потому что они знали меня лично, как честного человека, который всегда поможет, никогда не сдаст, не продаст. И тому подобное. То есть это вот именно самый простой способ пропагандировать организацию – просто быть нацболом. То есть не быть трусом, не быть предателем, не быть корыстолюбивым человеком. Скажем так, мы пропагандируем простые христианские ценности и готовность к самопожертвованию. Вот примерно так. Это, собственно, все, что я хотела сказать. И я думаю, может перейти к вручению партбилетов для наших новых товарищей. Все, кто сдали фотографии, знают, что они сдали фотографии. Будьте готовы. Пожалуйста, поможете. Так. Губаненко, Глеб Владимирович. Только немножко брачно. Иногда можно пробыть в партии много лет и ни разу не сидеть. Свердликова Мария Марковна. Держите. Правда, когда я пожимал, кто-то нашел старое видео, я пожимаю руку Келеву Ананингу, и он говорит «До смерти». Это, конечно, немножко глусно, но с другой стороны, что-то лучше, может быть, 32 года он погиб на фронте. Типа у Ефрата, на берегу Ефрата. Может быть, лучше так, чем кто-то от рака умирает там. Будьте, что называется, достойны ваших предшественников. Катал тут героизм. Героизм – это да, это сейчас, это есть, это скрыто, это невидим. Но в нашем народе, в нашем обществе всегда присутствуют элементы героизма, и никогда, я надеюсь, не исчезнут. Рыбкин Александр Андреевич. Корнышкова Наталья Максимовна. Вот это люди уже пошли, в 2000-х годах рождения. Это вообще, как рептилия какая-то, извините. Смотрит на годы рождения и говорит «О, я тогда сидел». Не, я сидел, мне было неплохо. Ибрагимов – это люди потом поймут, да? А Ибрагимов Арслан Тимонович. Кого это здесь, Чубайс? Надо было еще пендрить. Я тебе говорил, что вся Россия тебе завидовать будет по этому делу Максова. А он еще там пендривался, он же что-то говорил, ну, типа, иссякли там, что-то такое. Слаб стал левопротестом, сказал. Да, 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 да. Он не стеснялся, все равно чудо. Так, вот, Михаил, я у вас был на суде, с мамой познакомился. Я вас торжественно приглашаю. Я в вас абсолютно верю, даже, поэтому ничего вам не желаю знать, что все будет так, как надо. Еровкин Сергей Антонович. Напоминаете одного партизана, правильно? Лазаренко Иван Алексеевич. Я вас поздравляю. Благодарю вас. На самом деле, у меня такой же билет где-то есть. Благодарю. Скрытый, спрятанный. Закромат ругодит. Ну, я всех вас с этой великой датой, как бы там ни было, это изменит вашу, я уверен. Я думаю, что все будет хорошо. Не надо рассчитывать у вас, как Аверина схватит с пистолетом. Аверин уже намазолил, видимо, им глаза, и вот его решили, наконец, его на некоторое время из обращения вывезти. Ну, злее будут. Собственно, хотел бы также сказать сейчас о мероприятиях, которые у нас будут в понедельник. Я уже говорил, что есть разные направления деятельности. То есть, у московской нас был уже довольно бурной жизнью. В среду мы планируем провести акцию как раз в поддержку Александра Аверина и других политзаключенных у здания советника по правам человека, президента Российской Федерации, вместе с левыми союзниками. То есть, заявка уже подана, согласование мы узнаем во вторник. Но, предположительно, мы будем проводить наш пикет с 16.30 до 17.30. Ждем всех желающих. Сейчас эта тема актуальна. Наших товарищей нужно поддерживать. Также в среду у нас традиционно уже проходит каждые две недели кинопросмотр в нашем штабе в бункере. Кому интересно, возможно, после собрания тоже туда зайти будет. Мы смотрим идеологическое кино и приглашаем туда всех желающих, кто хочет посмотреть фильмы вместе. Время в 20.00 начало. Апокалипсис нау, наверное, смотрите. Ну, идеологический фильм. Мы стараемся те, которые за два часа не выходят. Брат-брат! По поводу кинобункеров, как я уже сказал, он будет проходить в среду в 20.00. Также в пятницу мы уже еженедельно проводим агитационные пикеты. От обратива делить он у нас проходит традиционно с 17.00 до 19.00 на метро 905-го года. И в субботу у нас будет проводиться тренировка по рукопашному бою, боксу. Увести будет Ольга Шарина. Она проходит у нас в 18.00 в нашем партийном штабе. Штаб находится по улице Тихвинской, дом 7. Если что, кому интересно, приходите, он в принципе открыт. На картах Яндекса и Тугиса штаб найти очень просто. Просто пишите «Другая Россия» и он показывает офис. И все. Да, поэтому нас найти довольно просто. Приходите по пичику, ну и приходите, собственно, на тренировку. Вот, в принципе, получается по мероприятиям у нас на неделе все. Да. Больше объявлений нет. Да, в общем, в любом случае, товарищи, там, кто, если может, по-моему... Если кто-то хочет сейчас задать вопрос чуть-чуть, кто-то надумал, давайте, как бы, пока вот мы здесь. Не стесняйтесь, пока я лично через 20 минут уйду, потому что у меня в 3 часа встреча, поэтому давайте. А вы опять будете про муниципальную... Нет, про другой вопрос. Как заинтересовать молодежь в политике, чтобы молодежь улекалась в политике? Слушайте, я сам в день и ночь об этом думаю. Но так как я не молодежь, то у меня не очень понравились резиновые утята и висящие красоты. Не очень активно получается. Быстро вы занравили. Оля, я говорю, как вы творите. А то на вами быстро всех вербуют, и это, конечно же, угрожает нам. Нет, вы знаете, мы в свое время принципиально... Значит, все началось в 93-м году, когда я баллотировался по 172-му округу в Тверской области. Значит, вся восточная часть, не западная, а западная часть Твери и региона. Выходит она туда, что-то не кладет. И когда я настолько ошалел от избирателей, в основном такие совсем... Ну, старые не по возрасту, а вообще по какому-то состоянию, как пещерные люди. И я был так удручен, я приехал в Москву, и мы с ныне уже чуждым нам, Александром Дугиным, тогда все было близко. Я говорю, нет, надо зайти с другой стороны к людям, надо зайти. И тогда мы решили, давайте зайдем со стороны культуры. Появился Егор Летов, и работа пошла. Поэтому молодежь... Мы первые создали вообще молодежную партию. У нас были люди в 16 лет приходили, в 17 были дети бункера. То есть по 12 лет бежали из домов. Знаменитый этот приморский партизан Андрей Сухарада с сестрой из Владивостока, из Уссурийска, при канале к нам. Нашли, нашли, и по газете, какие были времена. Сейчас, конечно, уже те, кому было по 17, уже сейчас под 40. Кто-то погиб, кто-то не должен. Извините? А судьба приморских партизанов все-таки как? Ну, Сухараду застрелили. Он вышел на балкон. Ну, там же не один, да? Сдаваться. Из последних апдейтов, что, собственно, опять суд присяжных пересмотрел их дело, и если год назад они их оправдали, сейчас они признали вину, все ребята под стражей ждут решения суда приговора. То есть у вас... Ну, основные погибли, конечно. Лидеры погибли, потому что поняли, что ничего хорошего у нас ждать не придется. Ну, вот такие разные люди. Кто-то у нас сейчас, кто у нас был в московцах, да, по-моему, жил в Париже под мостом, клошаром стал. Люди, у нас есть несколько, как это называется, отщепенцев, да, в Госдуме сидят, есть депутаты, кто был в партии в свое время. Но они помогают. Да. Помогают? Да. Ну, слава Богу, хотя бы помогают. Ну, внешне это не выглядит. Очень много людей вышли сейчас на видные должности. Не буду говорить. Кто, не обязательно. Очень многие в сфере информации и так далее. Десятки тысяч людей прошли через организацию за все эти годы. Может, еще какие-нибудь вопросы есть? Кто-то хочет задать? Не стесняйтесь. Я думаю, это тот же молодой человек, который сблакнут, у него там, по-моему, масса вопросов. Не стесняйтесь. Мы, корр, никого, давайте вы, если никого больше нет. Ну, все, что, тогда собрание окончено. Ребят, кто вновь пришедший, если есть желание и смелость, можете заполнить анкету на выступление прямо сейчас. Велеты в рай, но мы будем в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова